Вёска Росова односно молодая, по водле письмовых крыниц, я навяд дома с 19-го ста годя. Сегодня тут живут крыху больше, как 160 человек. У планах керавництва Светлогорска горы и Выконкама, включение этого населенного пункта в городскую мяжу. После чего его площадь населительства повеличится за горсть будовництва индивидуальных жилых домов. Так само продуглежено будовництво объекта Уганду, социальных и культурных призначения. Местовые же горы супротив таких планов не перечать, али одну просьбу выказывали на протягу некольких годов. Заасфальтовать дорогу за великого потока транспорта утворалось столько пылу, что дыхать было вельми складано. Пытание выращалось после звонка на промую телефонную линию, которую в Светлогорске проводил старшиня Аблова Конкама. Постоянно в Чирковский сельский исполнительный комитет поступали обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дороги по улице Центральной в деревне Росова. Этот вопрос стоял у нас на контроле, но в связи с недостаточным финансированием дорожных служб асфальтировать было невозможно. Но поступили деньги и в данный момент дорогу по улице Центральной в деревне Росова заасфальтировали. Жихары везки Плесы Гомельского района с просьбой отрамантовать дорогу так само звертались урозные инстанции на протягу некоторых годов. До межи города отюлькали двух километров, які остались саправдной пирожкодой для вязковцев. Люди, які анимают уласные машины, могли трапить у Гомель подшигунцы. Але тягник спиняется тут только двоечный день. Навет таксисты ехать у Плесы отмавлялись. Пытание выращалось после письмового зворота у Аблова Конкам. Самой было такое. Таксист приехал на Конечную Волотовую и сказал, да я никогда в жизни не поеду на ваши Плесы. У нас когда-то было это, маршрутку даже давали, когда мы писали, писали. Не маршрутку, а такой пазик ходил. Ну он походил, походил месяц может быть. А потом сказал, слушайте, кто будет ездить по вашей дороге, я только ремонтирую свой этот пазик. И все, перестали. И приезжали, и обещали, и все никак. Ну а в этот раз мы даже удивились, честно говоря. Вот написали письмо, вот это письмо, это было, наверное, с месяца где-то назад, может чуть больше. В райисполком наш написали, и в областполком написали. И нам вот, ну, написали ответ, что да, и сразу как-то быстро, в течение каких-то там ответ пришел, и уже в течение 10 дней нам засыпали дорогу, немножко, так, подправили. И то для нас это радость. Олексин Цюров, Марина Джала, Евген Макенко, Тель Радоакомпания Гомель.